В последнее время в нашей стране много говорится о необходимости создания доступной среды для инвалидов, об интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Однако, как показывает практика, чаще всего сделать это крайне сложно. Виной тому бюрократическая волокита или обычная человеческая равнодушие. Наш сегодняшний пример один из таких. Вот уже несколько лет одинокая пенсионерка добивается установки пандуса в ее доме, но результата пока нет. Подробности в нашем репортаже. Пенсионерке Марине Воробьевой 74 года. Несколько лет назад она получила тяжелую травму, из-за чего прикована к инвалидному креслу. Жизнь инвалида в России, как известно, не сахара. Когда человек без помощи, у Марины Воробьевой только муж, но у него тоже вторая группа инвалидности. Его существование осложняется до предела. Впрочем, Марина Анатольевна человек неприхотливый и при всех трудностях даже умудряется сохранять позитив и хорошее настроение. Все, о чем мечтает пенсионерка, хотя бы изредка выходить на улицу. Я хотела свежего воздуха, глоток. Я хотела выезжать сюда хотя бы, как-то спускаться. Я же не была на улице два года. Однако мечты о свежем воздухе пока остаются лишь мечтами. Дело в том, что выбраться на улицу в инвалидном кресле пенсионерка просто не может. У нее нет ни пандуса, ни какого-то бы ни было механизма, который позволил бы ей покинуть квартиру. Я не знаю, как они правильно называются. Пантусы. Ну, как бы с крыльца спуститься. Меня он не может поднять. Никто меня вытаскивает. Если я приглашаю кого-то там, раз, два, три, меня снимают, вытаскивают. Отметим, что в новостройках сейчас уже имеются пандусы в каждом подъезде. А вот дома из старого фонда ими не оборудованы. Но каждый нуждающийся в этом устройстве житель имеет право запросить его установку. Это право провозглашает закон. Ситуация нашей сегодняшней героини несколько иная. Она проживает в частном доме. Но и здесь, отмечают эксперты, предусмотрены возможности для решения проблемы. В идеале, конечно, система работает так. Любой человек с инвалидностью пишет обращение в администрацию своего района. Ее принимают, предложение рассматривается. Выезжает комиссия, которая создает проектную документацию. И по этой документации уже выстраивается полноценный пандус, который помогает инвалиду-колясочнику выбираться из дома. Однако простая, на первый взгляд, схема в нашей стране работает с большими сложностями, говорит специалист. Несмотря на то, что на законодательном уровне за любым инвалидом закреплено право на беспрепятственный выход из дома и посещение любых общественных мест, на практике вопросы об установке пандуса упираются в бюджет, нормы доступности, которые не одинаковы в разных программах и нормативно-правовых актах, а иногда просто в чиновничью нерасторопность. В этом случае, считает депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, помочь могут различные общественные организации или благотворительные фонды. Марина Анатольевна оказалась в очень сложной ситуации. То есть, с одной стороны, вроде бы, как ей полагается помощь, а с другой стороны, получить ее по закону, это очень долгая, хлопотливая процедура. Поэтому, чтобы этот человек не страдал, чтобы уже сейчас были какие-то улучшения в ее жизни, мы, конечно, обратимся к предпринимательскому сообществу, к добродетелям. Ну, у нас так всегда было на Руси соборно, помогали тем, кто нуждается. И будем очень, конечно, просить, чтобы ей оперативно сейчас помогли. Ну, а пока вот я, честно говоря, просто взял вечером косу, поехал, и весь участок очистил от сорняков, три часа работы, и все в порядке. Так что, кто чем может, вот просим очень убедительно помочь. На это надеется и Марина Воробьева. Наш телеканал предлагает неравнодушным гражданам и организациям прийти на помощь героине нашего сегодняшнего материала. Если у высоких структур оперативно не хватит времени и сил решить, казалось бы, простую житейскую проблему, улучшить жизнь хотя бы одного человека, который в этом нуждается, можете лично вы.